Время новостей на Хабар 24. В студии Илья Рыбин. Здравствуйте. Касым Жамартукаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции. В своем поздравлении он отметил, что обновленный в результате общенационального референдума основной закон страны стал ярким символом консолидации нашей нации. Глава государства напомнил, Конституция – фундамент правовых преобразований по демократизации политической системы, обеспечение верховенства закона и права, поступательное повышение благосостояния народа. Одной из таких институциональных реформ стало создание Конституционного суда, который значительно усилил роль основного закона, как гаранта защиты прав и свобод граждан. Для построения справедливого Казахстана – государства равных возможностей для всех, необходимо, чтобы конституционные принципы не только соблюдались неукоснительно, но и были неотъемлемой частью общественного сознания. Глубоко убежден, что ответственный гражданин Адал Азамат – это человек, который всецело разделяет и воплощает в жизнь идеалы нашей Конституции. Поздравил казахстанцев председатель Сената с Днем Конституции. Маулен Ашумбаев отметил, что Конституция является прочной правовой основой государства. Это главный документ, гарантирующий сохранение свободы, равенства и мира, которыми дорожат все граждане. Именно поэтому сегодняшний праздник, несомненно, особенный, добавил спикер Верхней Палаты. По словам Маулена Ашумбаева, страна вышла на новый качественный уровень развития. Эти изменения, связанные прежде всего с конституционной реформой, инициированной президентом Касымжимартом Тукаевым, обновленная Конституция дала новый импульс развитию разных сфер жизни общества. Он также пожелал казахстанцам здоровья, счастья и благополучия. А премьер-министр в своем поздравлении отметил, что главный закон является основой государственности и надежным гарантом независимости нашей Родины. Он пожелал соотечественникам процветания и благополучия, новых достижений и успехов на благо страны. Казахстан Казахстан Конституцию юридическим документом нового общественного договора, в приоритете которого стоит идея справедливости. Ну а самой Конституции Казахстана 28 лет, самый важный документ страны, приняли 30 августа 1995 года на республиканском референдуме. Теперь эта дата вписана золотыми буквами в историю независимого Казахстана. Как создавался главный закон страны? Наши корреспонденты встретились с теми, кто стоял у истоков зарождения новой законодательной базы республики. Подробности в следующем сюжете. Несмотря на бессонные ночи и многочисленные дискуссии, их объединяла одна цель – создать первую Конституцию независимого Казахстана. Члены рабочей группы начинали с чистого листа, вспоминает Зинаида Федотова. Она одна из тех, кто помогал зародиться главному документу нашей страны. В то время она занимала пост заместителя председателя Верховного Совета. Опытные юристы, ученые, политики и депутаты изучали Конституции зарубежных стран. Перенимали у них только лучший опыт, но учитывали особенности своей республики. Зинаида Федотова поделилась, какие чувства испытала, когда еще молодая новоиспеченная республика официально обрела новую Конституцию. Ну, сказать, что чувство облегчения того, что такой труд был признан, да, конечно, было. Чувство радости такого, удовлетворения и чувство того, что вот теперь мы спокойно имеем в руках этот основной документ этого государства, по нему только надо работать. И необходимо было создавать новую правовую систему, которая бы соответствована этой Конституции. По словам историка Зеябега Кабульдинова, Конституция 1993 года не была революционной и включала краткосрочные перспективы. Поэтому назрела необходимость утвердить проект новой Конституции. Ее приняли 30 августа в 1995-м на всенародном референдуме. Тогда в документе прописали четкие положения, кто должен управлять республикой, какой будет нацвалюта, и, что не менее важно, как будут регулироваться рыночные отношения. Впервые в казахстанском законодательстве закрепили термин «частная собственность». Кроме того, на исторической арене появляется двухпалатный парламент, которого наделяют правом инициировать новые законы. Более того, в сфере экономики был поставлен четкий приоритет рыночной экономики, акцент на частную собственность. В прежней Конституции, даже Конституции Казахской с 1978 года с дополнениями конца 80-х, начала 90-х годов, это не было четко подчеркнуто. Поэтому Конституция 1995 года выгодно отличается от Конституции 1978 года, 1993 года. Современная редакция Конституции состоит из 99 статей. То есть мы охватываем практически все стороны жизни современного гражданина, современного человека. То есть мы обязаны соответствовать этой эпохе, обязаны понимать, что Казахстан находится, имеет свое место в этом мире, осознает себя независимым государством, имеет свою историю государственности, и для него ценность – это все-таки его народ, для современного государства. Это все практически во всех смыслах заложено в нашей современной Конституции. День Конституции – не просто государственный праздник, а символ суверенитета и независимости. В нашей стране его отмечают по-особенному. Во всех регионах проходят праздничные концерты и фестивали. Только в столице проведут больше 50 таких мероприятий. Сабина Балашкина, Наурсбай, Курмангазы, Хабар, 24. День Конституции широко отмечают сегодня на востоке республики. Празднования там организовали во всех районах и городах. Самые массовые проходят в Усть-Каменогорске. Сегодня в областном центре готовятся даже поставить рекорд. Передает наш собственный корреспондент в регионе Анель Есимбердина. Она, кстати, сейчас с нами на прямой связи. Анель, приветствую, как проходит праздник. Что с такой рекорд у вас там собирается установить? Добрый день, Астана, Илья. Да, сегодня на центральной площади в Усть-Каменогорске собрались тысячи человек. В день рождения основного закона страны в городе еще один праздник. День рождения еще у Усть-Каменогорска. Поэтому к двойному празднику здесь приготовили настоящее шоу. Причем это не только концерты, хотя это тоже обязательно пункт программы. Поэтому на сцене яркие выступления местных артистов, театрализованное представление. Но в программе еще и множество таких гастрономических изысков. К примеру, с 9 утра свою продукцию зрителям представили бахчеводы региона. Именно зрители определяют, какие арбузы самые сладкие, вкусные, наиболее крупные и так далее. Причем есть даже буллинг с арбузами. А помимо этого на площади прямо развернули свою кухню рестораторы города. Фестиваль «Вкус Востока» впервые провели в прошлом году. И теперь он уже стал традиционным. Второй год подряд и собираются продолжать дальше. Но главное блюдо в меню сегодняшнего праздника – это салат капреса. Прямо на наших глазах. Вот сейчас уже приступили к подготовке салата. Для этого пришлось освободить целую улицу. Ведь длина блюда будет 100 метров. Его этот рекорд собирается даже занести. Книгу рекордов Гнесса сообщает моя собеседница Руфина Милищенко. Организатор шоу «Руфина, расскажите, какие ингредиенты в этом салате?» Ингредиенты очень простые. Для этого салата мы используем помидоры, зелень базилика, оливковое масло, бальзамический соус и, конечно же, сыр моцарелла. Сыр моцарелла у нас восточно-казахстанский сыр. Но он никак не уступает итальянскому аналогу. Дело только в количестве. Помидоров мы использовали 65 килограмм, сыра моцарелла 50 килограмм. И жители города, все гости города смогут это оценить, попробовав наш салат. И скажите, дальше вы собираетесь зарегистрировать рекорд, да? Именно так, да. Официальный представитель книги рекордов Казахстана, Кудайбергенов, Бондек Ченгизович, зафиксирует наш салат и надеемся, что мы установим этот рекорд. Спасибо, Руфина. Вам успехов. Тем временем праздник у нас продолжается. Люди с нетерпением ждут уже приготовления салата, мега-салата. И отмечают, что такой рекорд – это отличный подарок ко Дню Конституции. Илья? А, Нель, чем еще уцепляют горожан? Илья, в целом в программе очень много самых разных развлечений. Это и спортивные заседания, и творческие конкурсы. Для тех, кто любит творчество, специально организован фестиваль рукоделия «Сувениры Востока». И в городе, и в области всегда очень много тех, кто ценит ручной труд. Поэтому здесь каждый может увидеть что-то и найти для себя что-то уникальное. Часто это даже произведение искусства. Помимо этого, активно идет и торговля праздничная. В основном продается местная продукция. Причем один из главных продаваемых товаров – это бренд региона мед Казахстанского Алтая. Но и на этом еще не все. Вечером на площади соберется молодежь города. Здесь состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Илья? Анель, я смотрю, вам повезло не только с праздничными мероприятиями, еще и с погодой. Плюс у вас два праздника в один день. Большое спасибо за информацию. Поздравляю вас и всех жителей Восточного Казахстана. И к другим темам. Закон об электросамокатах сегодня вступил в силу. Таким образом, транспортом могут управлять только водители, достигшие 16-летнего возраста. Обязательно и наличие шлема. Также необходимо иметь при себе водительские права любой категории. Самокатчики должны использовать велосипедную дорожку, а при ее отсутствии ездить только по правому краю проезжей части дороги. При передвижении по тротуару или пешеходной дорожке электросамокатам разрешено разгоняться до 6 км в час. В целом, максимальная скорость должна быть не более 25 км. Отмечу, только с начала года в стране зарегистрировали 11 ДТП с участием электросамокатов, в которых погиб один человек, еще 14 пострадали. За управлением транспортным средством без водительского зрения, любой категории, водители транспортных средств, малых электросамокатов и мопедов будут привлекаться к этому ответственности. Транспортные средства будут выдавляться на штрафную стоянку. Если водитель несовершеннолетний, то есть до 16 лет, то будет доставляться по месту жительства и к ответственности будет привлекаться родители данного водителя. Бесплатную правовую помощь получили жители Шымкента. В рамках проекта «Антикоррупционное волонтерство» опытные адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, а также сотрудники госорганов помогли горожанам решить спорные вопросы. Настоящая общественная приемная развернулась на городском Арбате. Ко многим экспертам выстраивались очереди. За несколько часов сотни шымкенцев смогли получить консультации. Приходили горожане с самыми разными проблемами. Кто-то не может переоформить земельный участок, другие просили помощи в решении имущественных споров. Но больше людей беспокоили и земельные вопросы, сферы образования и медицины. Специалисты решили бесплатно консультировать горожан каждый месяц. Мы услышали про акцию, пришли сюда. Я получила ответ на свой вопрос. Очень удобно. Здесь разные специалисты. Обычно они в разных организациях находятся, надо ездить. А мы время сэкономили. Они сейчас все здесь. Мы в рамках волонтерства хотим оказывать последующим для нашего населения бесплатное, в безвозмездном направлении наши услуги. Как мы можем проконсультировать по всем направлениям. Потому что очень много жалоб поступает в те или иные госорганы. Совместно, всесторонне будем оказывать и подавлять все имеющиеся коррупционные риски. В Павлодарской области произошло около 200 лесных пожаров в течение пяти месяцев. От огня пострадали 1200 гектаров земли. Ущерб превысил 200 миллионов тенге. При этом число лесных пожаров увеличилось в два раза. На 69% стало больше степных возгораний. Самый крупный случился в шалдайском лесничестве государственного природного резервата Ертус-Урмане. С ним боролись в течение шести суток. На территории Байнаульского национального парка сгорело 500 гектаров земли. По прогнозам спасателей пожароопасный сезон продлится до ноября. И сейчас о том, что происходит в мире. Евросоюз мобилизовал 12 самолетов для борьбы с лесным пожаром в Греции. Дополнительно в страну отправили 400 пожарных и 60 транспортных средств. По данным Европейского Союза в регионе Александруполис на северо-востоке Греции сгорело больше 80 тысяч гектаров. Погибли 25 человек. Это крупнейший лесной пожар за последние 20 лет. В борьбе со стихией участвуют 600 спасателей при поддержке пожарной авиации. На Флориду надвигается ураган Идалия. К приходу удара стихии готовятся жители прибрежных районов штата. Предупреждение об эвакуации местной власти разместили на официальных сайтах. Люди стараются защитить свое имущество. Вывозят самое ценное и закрывают окна и двери. Сообщается, что скорость ветра достигает 179 километров в час. Между тем, губернатор Флориды Рон де Сантис объявил чрезвычайное положение в 46 округах. В ликвидации возможных последствий урагана мобилизованы свыше 5000 военнослужащих. Это самый сильный ураган с тех пор, как я здесь живу. И мы знаем, что нам небезопасно оставаться. Судя по последним прогнозам, у нас есть около пяти часов для эвакуации. После восьми часов вечера комендантский час, так что у нас есть еще время, чтобы принять решение и уйти. По меньшей мере, три человека погибли в результате схода оползня на шахте в Боливии. Точное число заблокированных под землей горняков неизвестно. По информации властей, на предприятии занимались добычей золота с грубыми нарушениями техники безопасности. Очевидцы сообщили, что трагедия произошла слишком быстро и у людей практически не оставалось времени на спасение. На месте идут поисково-спасательные работы. 17 человек погибли в результате схода оселя в Таджикистане. Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям при правительстве страны. Причиной стали продолжительные ливни. Всего от удара стихии пострадали 9 городов и районов страны. Больше всего жертв в Ахдадском районе. Там селевой поток разрушил десятки домов, километры дорог и линии электропередач. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела еще четверых. Из-за схода селя также погибло 100 голов домашнего скота. Японское правительство продолжает сброс воды с атомной электростанции Фукусима-1. Это решение вызвало тревогу со стороны международного сообщества, включая Поднебесную. Как на это событие реагирует в Китае и Японии, расскажет моя коллега Жанна Хусаинова. Посол Китая был вызван в МИД Японии. Причиной стали различные инциденты в ответ на начало сброса воды с атомной электростанции Фукусима-1. В японские компании регулярно поступают звонки с китайских номеров с оскорблениями. А некоторые издания японских школ и ДИП-представительств КНР закидали камнями. В Японии раздается множество телефонных звонков с угрозами, предположительно из Китая. Эти события вызывают глубокое сожаление, и мы обеспокоены. Мы призываем китайское правительство принять соответствующие меры, успокоить людей и предоставить информацию о сбросе воды на Фукусиме. В свете такой обстановки Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан в Китае избегать лишних разговоров на японском языке за пределами дома, а также оставаться бдительными при посещении посольства или японских школ. Власти также рекомендовали не подходить к участникам протестов и воздерживаться от съемки происходящего на смартфоны. Китай решительно выступает против сброса загрязненной воды в океан. Ее утилизация является серьезной проблемой ядерной безопасности. Эта ситуация не является частным делом лишь одной страны. Несмотря на возражения, проверка морской воды на уровень радиации после первого сброса стоков с Фукусимы не показала превышений нормы. Итоги обнародовало Южнокорейское министерство по делам океана и рыбного промысла. На уровень радиации проверяли 15 проб воды из трех разных локаций. В общей сложности корейские власти собираются проанализировать воды в 108 местах. Жанна Хусейнова, Хабар-24. Правительство Великобритании вводит ежедневную плату за въезд в зону так называемого Большого Лондона. Эта мера коснется автомобилей, работающих на газе до 2006 года выпуска и дизельных до 2015 года. Налог вводят в рамках плана по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Ранее аналогичные правила действовали только для въезда в центр Лондона. Этот закон коснется больше 9 миллионов человек. Карагандинская область одна из самых загрязненных в Казахстане. На промышленный регион приходится 21% от общего объема выбросов по стране. Это свыше 450 тысяч тонн вредных веществ. Об этом на встрече с жителями области заявил вице-министр экологии и природных ресурсов. По словам Мансура Ошурбаева, на трех крупных предприятиях области реализует национальный проект «Жасыл Казахстан». Его главная цель – снизить загрязнение атмосферного воздуха. По данным вице-министра, к 2025 году металлургический комбинат «Тимиртау» планирует сократить выбросы на 60%, Палхашский медиплавильный завод – на 44%, а Карагандинский ТЭЦ – на 10%. Основными лидерами у нас является вклад в эмиссии именно атмосферного воздуха. Две большие компании – это «Арселор Миттл» и «Казахмыс». До конца текущего года «Казахмыс» планирует завершить проектирование по строительству серно-кислотного цеха, который до 2025 года позволит сократить выбросы в атмосферный воздух на 50%. То есть это тот самый вопрос, который беспокоил многих жителей города Палхаш. Продолжение следует... Министерство выделяет несколько, в их числе нехватка инвентаря, отсутствие разминки на работе и дороговизна абонемента. Сборная Казахстана по хоккею с мячом стала чемпионом Европы. Континентальное первенство проходило 26 и 27 августа в Братиславе. В групповых выступлениях казахстанцы уверенно победили во всех пяти играх, в полуфинале одержали верх над украинской командой, а в финале со счетом 9-1 выиграли хозяев поля. 95% национальной сборной по хоккею, кстати, игроки уральской команды Акжаик. Болельщики торжественно встретили спортсменов в аэропорту. По словам тренеров, это было первое выступление казахстанских бандистов на чемпионате Европы. Впереди их ждет плотный тренировочный график. Турнир довольно такой интересный получился. Два дня, по четыре игры. Чехи были, Австралия, Казахстан, Украина. Играли тоже в коробки. Для нас это шайвичная коробка, непривычная. У нас как бы большое все. 11 на 11 играем. Здесь у нас 5 на 5. Впереди у нас чемпионат РК. Сначала кубок РК у нас, потом открытое первенство России, подготовка к чемпионату мира, который опять в этом году будет в Швеции. Намечается международный турнир в Ульяновске, на котором тоже сборная Казахстана будет участвовать. Творческая встреча композиторов Казахстана и Таджикистана прошла в Алматы в Национальной консерватории имени Курмангазе. В состав таджийской делегации, которую возглавляет министр культуры Зольфия Давлот Зуда, вошли известные деятельные искусств, композиторы, музыковеды. С казахстанской стороны мероприятия приняли участие преподаватели консерватории, ученые и авторы известных музыкальных произведений. На встрече подписали меморандум о сотрудничестве между творческими союзами композиторов Таджикистана и Казахстана. Также состоялся и совместный концерт. По словам председателя союза композиторов Таджикистана Амирбека Мусоева, встреча с подобным форматом проходит впервые после длительного перерыва. Теперь же творческое взаимодействие будет активно расширяться. Мы планируем организовать большие фестивали и в Таджикистане, и в Казахстане, и в Алматы, и в Астане. Из профессиональных произведений композиторов Таджикистана и Казахстана. Это камерная музыка, это симфоническая музыка, и музыка синическая. Если получится, в дальнейшем мы планируем показать несколько синических произведений, в том числе опер и балет. Три платья принцессы Дианы выставят на продажу аукционным домом Жульена в Калифорнии. По предварительным оценкам, наибольшую сумму может принести алое платье от 200 до 400 тысяч долларов. Оно было создано в 80-х годах Брюсом Олдфилдом, одним из любимых дизайнеров Дианы. Также на торгах представят винтажное платье экс-первой леди США Мишель Обамы, фото певицы Мадонны и платье героини Кейт Уинслет из фильма «Титаник». Аукцион пройдет с 6 по 8 сентября в Байверли-Хиллз. За два месяца до своей смерти принцесса Диана провела аукцион, на котором она продала больше 70 своих платьев благотворительным организациям. Тогда эти три платья тоже были выставлены на торги. Их купила женщина из Мичигана, которая скончалась в этом году, и теперь платья Дианы пришли к нам на аукцион. К этому часу пока вся информация. Оставайтесь на Хабар 24.